Чуть более 120 лет назад, в 1903 году, взлетел флайер братьев Райт. Длиной 6 метров и с размахом 12, этот биплан из дерева муслина и алюминия впечатлял. Однако к нашему времени его давно затмили преемники, как по размерам, так и по способностям. От самолётов, запускающих ракеты в космос, до летающих крепостей, пристегнитесь, потому что мы взглянем на крупнейшие самолёты мира. Всё по экраноплану У всех есть друг, который видел призрака, пришельца или морское чудовище. Но что если этот странный друг — армия США? В 1966 году спутник-шпион заметил нечто странное и большое в Каспийском море. Это была не Несси и не Кракен, а экраноплан класса Лунь. Наполовину самолёт, наполовину судно и стопроцентный зверь. Он так сильно напугал американцев, что они прозвали его «Каспийским монстром». Ну и понятно почему. Первый прототип этого советского самолёта был в длину 92 метра. А размах его крыльев составлял 47 метров и весил он 380 тонн, примерно как два пассажирских Боинга 747. Впервые экраноплан поступил на вооружение в 87-м году и должен был уничтожать ядерные подлодки и авианосценат. Впечатляет, но что вообще такое экраноплан? Он перемещается на высоте от 2 до 6 метров над водой или землёй с помощью так называемого экранного эффекта, который создаёт воздушную подушку под летательным аппаратом. Так он мог быстро летать над ровной местностью. Благодаря низкому полёту его не замечали радары и можно было тайно перевозить солдат. Планировалось задействовать более ста самолётов, но к 90-м годам их насчитывалось всего несколько. Однако история ещё не закончилась. Экранопланы пытаются возродить прямо сейчас. Например, Airfish 8 от сингапурской компании Widgetworks или автономный аппарат американской компании Flying Ship. В них задействована технология экраноплана, и они будут плавно скользить над водой. Похоже, морской монстр всё-таки восстаёт из могилы. Глупый гуппи Во многих самолётах учитывается сопротивление воздуха, поэтому они изящны. Однако это точно не касается супергуппи. Этот весьма причудливый самолёт 44 метра в длину, 14 в высоту, а его размах крыльев 48 метров. Вы наверняка заметили его грузовой отсек, из-за которого кажется, что ему пора ко врачу. 33-метровый отсек предназначен для транспортировки самолётов поменьше и даже ракет, так как в нём можно перевозить груз весом вплоть до 24,5 тонн. Для грузового самолёта это мало. Другие большие самолёты способны перевезти в 10 раз больше этого. Однако в гуппи легче загружать груз, потому что его нос открывается на 110 градусов, и можно беспрепятственно помещать внутрь крупные предметы. Странный самолёт придумал в 60-е Джон Конрой, бывший военный пилот, который узнал, что НАСА нужно судно с отсеком, вмещающим 12-метровую ракету. Конрой подумал, что можно добавить выпуклую конструкцию к Б-377, дальнемагистральному Боингу. К концу проекта Конрой и его команда преобразили Б-377, сделав его фюзеляж, то есть основную часть самолёта, на 6 метров выше. Эта большая голова открывается как дверь, в которую можно загрузить крупные материалы. Скептики в НАСА считали, что самолёт не сможет летать. Один сотрудник даже сказал, что он похож на беременную гуппи. Отсюда и название. Прототип доказал их неправоту, когда успешно взлетел 19 сентября 1962 года. Благодаря успеху создали супер гуппи, которые и сегодня занимают немало места в небе. Современная модель имеет увеличенный фюзеляж, а благодаря улучшенной герметизации она поднимается на 7,5 километров. НАСА взяло машину и, как и надеялся Конрой, гуппи перевозил детали для программы Аполло. Даже сейчас эти самолёты используются НАСА и Министерством обороны. Кажется, мечты могут сбыться. Если у вас достаточно денег, чтобы построить экспериментальный самолёт. Если хотите, чтобы сбылась моя мечта, просто лайкните видео и подпишитесь. Так вы не пропустите мой новый познавательный контент. А теперь изучим другое чудо техники. ГИГАНТСКИЙ ГЕРКУЛЕС В 1942 году американцы только вступили во Вторую мировую. И немецкие подлодки уничтожали корабли США, которые перевозили припасы через океан европейским союзникам. Говард Хьюз был эксцентричным миллиардером. И чтобы помочь стране, он построил уникальное летающее средство. Хьюз H4 Геркулес. Это крупнейшая летающая лодка. Размах крыльев в 97 метров больше высоты Статуи Свободы. И тогда это был самый большой размах в мире. Её фюзеляж был 66 метров в длину, 24 в высоту и весил колоссальные 180 тонн. Геркулес был таким вместительным, что перевозил 750 человек. И у него было 8 винтовых двигателей. Но это впечатляло далеко не всех. Из-за вечного стремления Хьюза к совершенству самолёт-лодку завершили только в 1946 году, когда война уже год как закончилась. Строительство обошлось в 23 миллиона долларов. Или 340 миллионов в наше время. Почему? Из-за военных ограничений на алюминий и из-за размеров судна его нельзя было строить из лёгкого металла. Учитывая размер и взлётный вес, он должен был быть сделан из дерева. Разумеется, это привело к серьёзной работе конструкторов, чтобы судно не разваливалось и не загорелось. Из-за этого критики прозвали его «Еловым гусем». Хотя на самом деле оно из берёзы. Несмотря на размеры, самолёт мог преодолевать 2600 морских миль. Или 4800 километров. 2 ноября 1947 года гусь пролетел 26 секунд полтора километра на высоте 21 метра над водой. Это единственный полёт этой летающей лодки. А сейчас она находится в музее авиации и космонавтики в Орегоне. Самолёт Кит Когда я иду в магазин, то беру минимум две тележки для еды. Да, я очень люблю поесть. Но может вместо тележек мне просто нужен Airbus Beluga XL? Это гигантский грузовой самолёт. Его длина 63 метра, высота 19, а размах крыльев 60 метров. Как будто всего этого мало. Объём фюзеляжа составляет 2209 кубометров. Примерно как внутри воздушного шара. Использовать Beluga XL начали в 19-м году. И они должны заменить нынешний флот Beluga ST, которые впервые начали летать в октябре 95-го года, к 25-му. Но почему от Beluga ST теперь отказываются? Европейской авиационной компании Airbus нужны большие самолёты для доставки крупных деталей на заводы в Тулузе во Франции и в Гамбурге в Германии. Сначала пользовались SuperGuppie, перевозившие детали до Beluga ST. Но с появлением крупных коммерческих самолётов грузовые должны были стать ещё больше прежнего. И к 13-му году стало очевидно, что Airbus нужно обновить флот. Программа XL началась в ноябре 2014 года. Разработка стоила миллиард евро, или миллиард 120 миллионов долларов. На эти деньги можно купить много беретов, пасты, рогов и других стереотипных европейских вещей. Самолёты XL предстали перед миром и совершили первый полёт 19 июля 2018 года. Они способны перевозить на 30% больше груза, чем СТ. Их нагрузка 48,5 тонн. Представьте, сколько еды туда вместится. Я бы больше не голодал. Рог на века Люди любят летать в космос, но мы часто забываем, сколько рабочей машинной силы требуется, чтобы туда попасть. И самолёт, который прилежно трудится, — это Strata Launch Rock. Длина этого гиганта составляет 72 метра, высота 15 и при этом размах его крыльев — 117 метров. Этот размах не просто больше футбольного поля, но ещё и самый длинный во всём мире. Благодаря такому размеру самолёт назвали в честь Руха — огромной мифической птицы. Но почему его построили таким огромным? Это был проект сооснователя Microsoft Пола Аллена. В 2011 году ему захотелось потратить своё состояние на самолёт, способный перевозить и самолёты, и ракеты. Компания Аллена Strata Launch Systems объединилась для строительства со Scaled Composites. Увы, Аллен скончался до того, как увидел полёт своего детища, но Strata Launch System скупила Serverus Capital, которая сильно ускорила процесс. Рог создали на основе двух реактивных Боингов 747-400. Эти люди любят играть в авиационных Франкенштейнов и создавать монстров. После многих лет трудов самолёт успешно взлетел 13 апреля 2019 года. С тех пор он уже девять раз вылетал в пустыню Мохаве. Хоть и кажется, что этот тонкий самолёт сломается, как зубочистка под любым весом, он может перевозить 228 тонн. Это вес двух синих китов. Очень распространённого груза, как вы знаете. Самолёт задействует шесть турбовентиляторных двигателей для подъёма ракет на высоту 9 километров. Если для этого ему нужно всего лишь шесть двигателей, представьте, на что он способен с пятью десятью. Шучу. Если только нет миллиардера, который хочет это проверить, может быть? Могучая Мрия. Вы думали, что эти самолёты огромные? Но вы ещё ничего не видели. Давайте перенесёмся в 88-й год в советскую Украину, где компания Антонов построила поразительный Ан-225. Это уникальный самолёт, впечатливший мир размером и силой. Его прозвали Мрия, или по-украински «мечта». И какая мечта? Мрия был самым тяжёлым самолётом на тот момент, с максимальной взлётной массой, составлявшей 600 тонн. Другие параметры соответствовали. Длина – 84 метра, высота – 18, а размах – 88 метров. Зачем делать такой большой самолёт? Он был нужен для перевозки таких грузов, как поезда или ракетоплан «Буран». И он не только был шварценеггером среди самолётов, но и установил мировые рекорды. 16 июня 2004 года он установил 6 рекордов и перевёз 247 тонн груза из Праги в Ташкент в Узбекистане. Новый рекорд Мрия установила 10 июня 2010 года, когда перевезла две лопасти турбины длиной 42 метра. И это был самый длинный груз, перевезённый по воздуху. Успех самолёта так впечатлил Китай, что он решил объединиться с Украиной и создать вторую Мрию. Однако на данный момент второй гигант всё ещё остаётся недостроенным. Как вы могли догадаться, по прошедшему времени мечта закончилась в 22-м году, когда единственную Мрию вывели из строя. До этого она служила дольше всех остальных самолётов. Но это не единственный гигант, созданный на заводе компании «Антонов». Например, «Ант-124 Руслан» появился в 86-м году, и тогда построили 55 моделей. Его размах крыльев 73 метра, длина 69 метров и высота 21 метр. Так что он выше известного замка Золушки в Диснейленде. Но вот где больше боеприпасов, трудно сказать. Как и старшая сестра, «Руслан» тоже грузовой самолёт, но его максимальная взлётная масса примерно 400 тонн, то есть на 200 тонн меньше, чем у уничтоженного «Ант-225». Хотя они оба выглядят большими. Разница в их весе равна пустому «Боингу-747». А сразу и не скажешь. Внешность обманчива. Небесный гигант. У вас бывало, что вы когда-нибудь трудились над чем-то, но это что-то оказывалось бесполезным? Это ужасно. Я, например, два года совершенствовал свой такосупно тщетно. Однако даже моя боль меркнет по сравнению с тем, что пережила Airbus с A380. Двухэтажный самолёт должен был конкурировать на рынке с вездесущим «Боингом-747», и он успешно расправил крылья 18 января 2005 года. За большой размер его прозвали «Гигантом неба». Мне дали такое же прозвище «стюардессы», когда я летал последний раз. Длина самолёта составила 73 метра, высота 24 метра, а размах крыльев 80 метров. Он вмещает 853 человека. Так что этот самолёт рекордсмен в плане пассажировместимости. Это невероятно много. В него поместится на 279 человек больше, чем в крупнейший Аймакс-зал, рассчитанный на 574 места. Но не бойтесь, там не было тесно. Ни одна авиакомпания не пустила бы на борт самолёта так много людей. В основном на рейсе где-то 480-520 пассажиров. Казалось бы, Airbus должна была быть довольна этим гигантом. Посмотрите на него рядом с А318. Как младенец рядом с монстром. Но размер это ещё не всё. Дальность полёта А380 меньше, чем у Airbus A350-1000. Этой компании нужно придумать более креативное название. А380 может преодолеть почти 15 тысяч километров, а А350 преодолевает 16 тысяч. И А380 весьма прожорливый. Он потребляет 17 400 литров топлива в час. Когда началась пандемия 2020 года, авиасообщение замедлилось. Многие компании, не считая Emirates, отказались от А380 и заменили его новым А350. Я могу представить, как ему обидно. Моя бывшая тоже меня заменила. Недешёвый самолёт Если вы любите тратить кучу денег на нелепые проекты, то следующая история для вас. И ещё напишите мне, у меня есть идеальный рецепт суп-атако. А история начинается с C-5M Super Galaxy. Военного грузового самолёта длиной 75 метров, высотой 20 и с размахом крыльев в 68 метров. Настоящий зверь. C-5M настолько большой, что не помещается в ангары. И пришлось проделать отверстия в дверях, чтобы из них торчал хвост самолёта. Он может перевозить свыше 127 тонн. Этого хватит на один танк, шесть вертолётов, или для тех, кто любит настольный теннис, 24 миллиона 844 тысячи 746 мячей для пинг-понга. Но C-5M не всегда было легко. В 65-м году армии США требовался самолёт для перевозки технику на войну во Вьетнаме. Корпорация Lockheed взялась за дело, но это оказалось непростой задачей. Для начала строительство приостановили, когда в крыльях первого самолёта появились трещины. Lockheed превысило бюджет на 2 миллиарда долларов, и он составил свыше 5 миллиардов долларов. Сейчас это было бы 39 миллиардов. В конце концов был создан самолёт C-5 Galaxy, который совершил свой первый полёт 30 июня 1968 года. С-5 начали использовать сразу. Он перевозил солдат, танки, вертолёты и другую технику. Несмотря на проблемы, сейчас этот самолёт на вес золота. Его задействовали во всех крупных конфликтах, в которых участвовали США. А их было достаточно. Старые С-5 теперь либо модернизированные стали С-5М, либо выведенные из эксплуатации. Новые самолёты определённо гигантские. С грузом весом 54 тонны они всё ещё могут пролететь почти 9 тысяч километров. C-5М даже не надо приземляться. При дозаправке в воздухе он ограничен лишь выносливостью экипажа. Этот самолёт так хорош, что будет эксплуатироваться до 40-го года. Это показывает, на что способны американцы, если у них есть 39 миллиардов долларов. Вершина успеха Иногда бывает, что я еду куда-то и вдруг понимаю, что мне срочно нужно заправиться. Да нет, не топливом, а едой. Может, мне стоит купить такой самолёт? Это С-17. Судно с четырьмя двигателями по два на каждом крыле, которое перевозит военную технику, загружаемую спереди. Там явно очень просторно. Первый С-17 разработала авиационная компания Макдоналд Дуглас в 80-м году, когда армии США понадобился самолёт, способный заправляться в полёте где угодно. При длине 53 метра в высоте 17 и с размахом крыльев 51 метр, его максимальная взлётная масса – 265 тонн. То есть он почти в два раза тяжелее стандартного одноэтажного дома. С-17 совершил первый полёт 15 сентября 91-го года и с тех пор помогал многим странам. В 98-м году 8 С-17 выполнили самую длительную десантную миссию, пролетев свыше 8 тысяч морских миль или почти 15 тысяч километров из США в Центральную Азию и высадив солдат после свыше 19 часов полёта. Круто! С-17 даже сопровождает президента Америки, когда он куда-то летит. Как большой пёс. В августе 21-го года во время вывода войск США из Афганистана Рич 871 перевёз 640 эвакуированных из Кабула на авиабазу «Аль Уэйд» в Катаре. Это был рекорд для С-17. Он ещё и своего рода звезда, потому что появлялся в кино. В первой и второй части «Железного человека», «Снайперя» и в сериале «Агенты щит». Думаю, этот огромный самолёт всё же слишком дорогой для моих дозаправок едой. Самолёт-супергерой Помню, в школе всегда был один ребёнок, который у всех списывал, и он раздражал весь класс. Почему я внезапно про это заговорил? Советский Союз сделал примерно то же самое, когда он создал один из своих самолётов. В 1966 году Сергей Ильюшин занимался разработкой самолёта, похожего на американский Lockheed C-141A Starlifter. Эффективное судно для транспортировок. Но советская версия должна была взлетать даже с земли в Арктике и Восточной Сибири. Если ваш рейс задерживали из-за снега, то вы знаете, что это трудно. Самолёту требовалась дальность полёта минимум 5000 км и способность поднимать 33 тонны. Это равносильно перелёту с грузом в 20 машин из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. И у самолёта ещё бы осталось топливо. Это очень много. И после долгих трудов появился Ильюшин Ил-76. Его назвали в честь отца, который наверняка гордился. Потому что Ил-76 был гигантским ребёнком. Посмотрите на него. Его длина 46 метров, высота 15 метров, размах крыльев 50 метров. И он мог перевозить груз весом более 42 тонн. Это, к слову, на почти 10 тонн больше, чем требовалось СССР. Но создатели выполнили далеко не все требования. Дальность полёта была 4300 км, а не 5000. Но я бы даже так не смог. Позже самолёт использовали во время войны СССР в Афганистане, где он совершил 14 тысяч полётов и перевёз 89% солдат и 74% грузов. Иранские власти назвали его самым большим пожарным самолётом. После того, как он помог в борьбе с лесными пожарами на горном хребте Коэс Сулейман. А вот он в действии сбрасывает воду на чилийский пожар. Ещё его трудно сбить, из-за способности летать на огромной высоте в 15,5 километров, что на 2 с лишним километра выше большинства пассажирских самолётов. В общем, с ним шутки плохи, потому что у военных версий, таких как Ил-76МД-23, есть два пулемёта в задней башне для оборонительных целей. Что-то мне расхотелось называть этот самолёт копией. Да никаких претензий нет, честно. Массивные Мессершмитте. Вернёмся в эпоху самого разного необычного оружия. Во Вторую мировую войну. Немцы пытались вторгнуться в Британию, но им нужно было как-то перевести армию через Ла-Манш. В октябре 1940 года производитель Мессершмитт начал разработку крупного транспортного самолёта для вторжения. И у него было лишь две недели. Так появился самолёт Ме-323 «Гигант». Приземистый здоровяк длиной 28 метров, высотой 10 метров и размахом крыльев 55 метров. Он весил более 30 тонн, это когда он был пустым. Ме-323 мог перевозить 100 солдат, танк, бронемашину или крупнокалиберное орудие. В общем, всё, что пожелают немцы. Он был в основном из деревянного каркаса. Достаточно лёгким для взлёта массивного фюзеляжа. «Гигант» мог выдержать обстрелы из пулемёта, что немцы наверняка оценили. Вот только несмотря на это, всё было далеко не идеально. Хотя он был сделан из дерева, самолёт был тяжёлым. А потому его нельзя было назвать проворной машиной. Плюс двигатели, кабина и топливные баки не покрывались деревом, и они были очень уязвимы. Я начинаю понимать, почему теперь нигде не видно этих самолётов. Но непрактичность была не единственной причиной их исчезновения. 22 апреля 43-го года 27 Ме-323 сопровождали БФ-109 близ Сицилии, но попали в засаду семи эскадрильи спидфайров и штурмовиков П-40. Только шесть из 27 Ме-323 выжили. А после войны всех гигантов, судя по всему, полностью уничтожили. Но для такого самолёта, сделанного из дерева и созданного за пару недель, вообще чудо, что он так долго продержался. Неудача, Нэнси. Представьте, вы смогли перелететь через Атлантический океан впервые в истории человечества. Это триумф, успех, никто не думал, что это возможно. А спустя две недели два британца делают то же самое. И что ещё хуже, они получают всю вашу славу. Это история американского пилота Альберта Рида, который совершил этот подвиг на Кёртис НС-4 в 1919 году. Кроме того, НС-4 является рекордсменом как самый большой биплан в мире. Биплан – это самолёт с двумя крыльями друг над другом. НС-4 или Нэнси, как его называли, в длину 21 метр, в высоту 7 метров, а его размах крыльев 38 метров, и он весил всего ничего 12 тонн. Не так уж много. Его предшественник НС-1 показал, какой он большой в 1918 году, перевезя 51 человека. Это был мировой рекорд. Но полёт не был удобным, судя по людям, которые сидели верхом на двигателях. У НС-4 двигатели были как у НС-1, и все четыре биплана предназначались для затопления немецких подлодок в войну. Но они так и не поучаствовали в битве, потому что война к моменту их выпуска уже закончилась. Рид летел на Нэнси целых 24 дня, вылетев с военно-морской базы в Роковой бич в Нью-Йорке 8 мая 1919 года. Он пару раз останавливался и приземлился в Плимуте в Англии 31 мая. Вот это достижение. Но уже 14 июня авиаторы Джон Олкак и Артур Уиттон Браун без остановки пролетели из Ньюфаундленда в Ирландию за 72 часа и выиграли приз в 10 тысяч фунтов. Более 500 тысяч долларов сейчас. В 1974 году Нэнси отправили в музей военной авиации в Пенсаколе во Флориде, где его можно увидеть. Достижение Рида затмили британцы, и теперь Олкак и Браун считаются первыми, кто перелетел океан. Я не думал, что такой большой самолет, как Нэнси, кто-нибудь сможет затмить. Вот такие самолеты. Какой из них впечатлил вас больше всего? И знаете ли вы других гигантов? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok